Латиноамериканская культура Если говорить об отличиях латиноамериканской культуры, литературы от европейской, об этом можно написать, конечно, целую книгу, но давайте попробуем сформулировать главное принципиальное отличие. На мой взгляд, оно состоит в том, что латиноамериканская культура может быть единственной датой рождения, которую можно назвать не только с точностью до года, но даже с точностью до дня. Этим днем было 12 октября 1492 года, когда Колумб открыл новый свет и появились первые восторженные записи о новом свете. И в этом нет нисколько преувеличений, поскольку в дневнике его первого путешествия с изумительной ясностью обозначатся те образы, мифологемы, темы, которые впоследствии будут бесчетно множество раз воспроизводиться латиноамериканской культурой. О них я скажу чуть попозже. Итак, вот эта особенность возникновения с нуля определила многие другие типологические особенности развития латиноамериканской культуры. Первое касается соотношения литературы и фольклора. Культуры Старого Света, как известно, взрастали на фольклорно-мифологическом субстрате, откуда они постоянно брали темы для воспроизведения. Латиноамериканская культура не могла взрастать на основе индейского фольклора. Понятно, почему. Потому что существовал тому препятствовал просто языковой барьер. И к тому же в процессе взаимодействия культур испанская активно доминировала и подчиняла себе индейскую. Не могла она взрастать и на почве испанского фольклора, поскольку испанский фольклор отражал совершенно другую реальность, географическую, социальную, историческую, этническую. Соответственно, так и получилось. А креольский фольклор, собственно, вот латиноамериканский самобытный фольклор, он сформировался только к середине XIX века, если говорить о традиции, а не отдельных произведений. Собственно, так и получилось, что первые три века своего развития литература не опиралась на фольклор. Она литература первична по отношению к фольклорно-мифологическому субстрату. Другая особенность развития латиноамериканской литературы каненица в понятии традиция. Европейскому художнику традиция была как бы изначально дана. Он мог сколько угодно сбрасывать классиков с корабля современности, но он никогда не мог чувствовать себя творцом традиции. Совершенно в иной ситуации находился вплоть до 70-х, где-то 80-х годов XX века латиноамериканский художник. Свою традицию он воспринимал скорее как некое зияние, как ее отсутствие. Почему? Во-первых, у него за плечами не стояли фигуры мировой величины, которые застояли за плечами европейского художника. Во-вторых, художественный опыт предшественников ему казался всегда недостаточным. Ему казалось, что недостаточно полно этот художественный опыт отражает американскую реальность. Вот почему писатель все время чувствовал себя как бы творцом традиции. Здесь очень характерны слова кубинца Олегу Карпентьера, который сказал, что латиноамериканский писатель подобно Адаму дает название вещам. Собственно, для латиноамериканского писателя на первом первостепенной задачи всегда было созидание вот этой отсутствующей традиции. Об этом говорил и Октавия Паск, который он писал в процессе поиска традиции. Латиноамериканский писатель ее создает. Цитирую по памяти, поэтому, может, не точно. Но что такое созидать традицию? Что такое традиция? Она имеет два момента. Один момент – это преемственность. Другой – это само понимание традиции. Традиция – это набор неких устойчивых элементов, устойчивых образов, образных решений, мотивов, мифологем, тем и так далее. Для латиноамериканского художника первостепенное значение имеет именно вот этот второй момент – созидать традицию. Момент преемственности для него не столь важен. Для него на первом плане стоит именно задача поиска вот этих опорных элементов, устойчивых элементов. Где он может найти их? Он может найти их в трех, скажем так, культурных сферах. Важнейшей сферой, важнейшим источником такого типа культурных элементов становится литература конкисты. Именно из литературы конкисты в латиноамериканскую культуру входят базовые темы, такие как противопоставление старого света и нового света, восприятие собственной действительности как чудесный. Оттуда же происходят образы доброго дикаря и злого дикаря. Оттуда же происходит постоянная мифологема земного рая, который был открыт Колумбом в третьей экспедиции. И многие-многие другие. Другим источником таких устойчивых элементов, конечно, становится европейская литература. Неспособная еще к саморазвитию, в течение четырех веков латиноамериканская литература была вынуждена опираться на европейскую литературу, заимствуя последовательно все направления европейской культуры, начиная с барокко и дальше классицизм, костумризм, романтизм, натурализм, реализм, авангардизм и так далее и тому подобное. Но вместе с тем стоит подчеркнуть одну важную особенность этих заимствований. Путь развития латиноамериканской культуры можно обозначить формулой поиск своего в чужом, потому что все эти заимствованные элементы всегда переиначивались, всегда приспосабливались для отражения своей собственной действительности, собственного менталитета. А многие элементы сознательно инверсировались, то есть преображались, трансформировались, переакцентировались, переинтерпретировались. Этот был совершенно особый путь развития, направленный на усвоение и переработку европейских элементов, европейских художественных систем. Но и этих элементов оказывается недостаточно для формирования того, что можно назвать художественным кодом или собственной художественной традицией. И тогда латиноамериканский художник обращается к самому широкому пласту устойчивых элементов, а именно к мифологическим универсальным образом. Они не принадлежат никакой отдельной культуре, они принадлежат к культуре в целом. О чем идет речь? Речь идет о таких образах, о таких мифологических универсальных, можно сказать, как образы воды, земли, неба, солнца, ночи, дня, тьмы и так далее. Речь идет также о коренных оппозициях человеческого сознания, таких как небесное, земное, телесное, духовное, мужское, женское. Речь идет также о универсальных мифологических сюжетах, таких как инициация, инициационное путешествие, табу и его нарушение, достижение сакрального центра и других. Латиноамериканский писатель заимствует эти мифологические универсалии и представляет их как бы присущими именно латиноамериканскому художественному миру. Он их совсем по-особенному акцентирует, он их сопрягает с латиноамериканской действительностью. В результате они как бы насыщаются именно латиноамериканским содержанием. Ну попробую пояснить это на простейшем примере. Скажем, герой европейской литературы сидит под деревом или прислонился спиной к дереву. Отчего он сел под дерево и прислонился к нему спиной? От того, что он устал просто, и все. Иное дело, герой латиноамериканской литературы. Уж если он прислонился спиной к дереву, то это глубоко значимый акт культурного самоосознания. В этот момент он чувствует, как с ним говорит земля, он чувствует, как текут по дереву токи, он слышит какие-то голоса земли, чувствует голоса своей собственной культуры и так далее. То есть происходит глубочайший акт самоидентификации, проникновения к корням, поиска своих культурных корней. Вот, собственно, откуда и берется та аура мифологизма, которую интуитивно чувствует любой читатель латиноамериканской литературы, о которой так много писали критики. Редактор субтитров А.Семкин